Либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин. В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. Такое тоже есть, и с этим мы тоже сталкиваемся. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось, с одной стороны, с немецкой стороны труба подошла, с российской нужно приподнять и сварить. Все, но прокладка сама завершена. Также на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская». Почему об этом говорю? Потому что эта станция одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода. Газ на «Славянскую» подан. Таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока двора». Напомню, что у нас уже действует системная мера, специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок. То есть, повторю, уже при рождении первенства семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей для всех других субъектов Российской Федерации. Предлагаю уже в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств. Речь идет о следующем. Наш институт развития корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года. Второе. Знаю, что бизнес, особенно малый, сетует подчас на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других операций. Мы уже расширили действие системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с ее помощью можно вести и безналичные расчеты между физическими лицами и предпринимателями. Однако пока этот механизм используется не так активно, как можно было бы это делать. Напомню, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже 1 июля. Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы это все хорошо знаем. Мы будем говорить о стратегической стабильности, о урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь, о пандемии, борьбе с пандемией и вопросах экологического характера.